Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Начал встречаться с девочкой, встретился пару раз, начал повышаться градус отношений, до поцелуев ещё не дошли. Сегодня мне девушка написала, что она думала-хот думала, забыла о прошлом, но когда с тобой встречались первый раз, потом было очень тяжело, не из-за тебя, конечно. Получается, пишет автор вопроса, что я сравниваю, а я так не хочу. И ещё ей бывший парень подарил вибратор на прощание. Она им пользуется и тоже мне об этом написала. Мне сказалось, что игрушка может создавать у тебя эмоциональный триггер на прошлые отношения, которые будут закрепляться в теле. И написалось, что я бы его продал и купил другое, тогда шанс войти в близкие отношения, как на гармонично высокие. И также рассказал, когда у меня были эти прошлые отношения и не смог их отпустить, то ходил к психологу для проработки. Меня эта фраза, и что она меня сравнивает с своим прошлым, как-то подкосила в плане проявления продолжения отношений. Пока я в смятении, что делать дальше? Как минимум, нужна пауза. Мне кажется, что у неё какие-то незакрытые отношения в душе. Хочу пока взять паузу, ну или она пусть возьмёт, чтобы этот вопрос проработать с психологом. Не знаю, есть ли смысл продолжать строить эти отношения. Если продолжать, то как удостовериться, что она завершила отношения в душе, или, может быть, я и не нравлюсь, что она меня сравнивает с прошлым. Пишет Евгений. Евгений. Я думаю, что как минимум вы создаете впечатление человека, который как-то вот не понаслышке знаком с работой с психологом. И я думаю, что, исходя из этого, можно как-то говорить о том, что вы несколько не уверены, на мой взгляд, в себе. Я бы, я бы так, наверное, этот аспект обозначил бы, что вы не уверены в себе. А что это значит? Это значит, что абсолютно нормальную ситуацию, при которой у человека есть прошлое и в бытовой точке зрения. Нормально хотеть выстраивать отношения, вот, ну, именно вот, в бытовой, повторюсь, с точки зрения, абсолютно нормально, нормально хотеть строить новые отношения, да? Даже если предыдущие отношения не были завершены, вот. Вы эту ситуацию, вот эту ситуацию, ну, вот, скажем так, с точки зрения, ну, с точки зрения быта, да? Вы ее переводите на себя, чем, на мой взгляд, демонстрируете скорее неуверенность в себе, чем какую-то, ну, разумную рациональную позицию. Этим самым вы ставите под вопрос свою направленность в отношениях. То, как вы описываете построение своих отношений, выглядит таким образом, что, как будто бы вам важнее именно отношения сами по себе, а не лично с девушкой. Такое ощущение, что, вот, отношения у вас с ней поверхностные. Если вы еще мало встречаетесь, недостаточно, например, встречаетесь, и просто физически, просто никак не можете перевести отношения на более глубокий уровень, например, то тогда и то, о чем сейчас вы говорите. Также особо не имеет смысла. Вот. Потому что, ну, как бы, вы говорите о том, по факту. Ну, как бы, о чем еще рано говорить. Потому что вы не настолько близки. С другой стороны, говоря о том, что у вас градус отношений увеличивается, я полагаю, что в это вы что-то вкладываете. И мне бы, конечно, очень хотелось бы понять, что вы это вкладываете. Вы говорите про такие вещи, как поцелуи, вы говорите про такие вещи, как, значит, вот, исходя из того, что вы описываете, да, значит, что пару раз встретился. Ну, вот, понимаете, ну, по сути, вы поднимаете такие темы сейчас, которые, ну, вот, мягко говоря, поднимать еще рановато. Особенно если мы посмотрим на то, на каких основаниях вы устраиваете отношения с девушкой. То есть, я имею в виду здесь то, что между вами общего. Ну, вот именно просто вот, что общего между вами и девушкой. Вот, например, да, вот этот момент, на мой взгляд, очень важен, потому что не соответствие, не соответствие того, какой у вас тип отношений с тем, какие вы предъявляете требования к отношениям, способны привести к проблемам. Что только. Вот. Поэтому я хотел бы на это вам обратить самое пристальное внимание. Вот. Можно очень много и долго, наверное, говорить о том, завершила ли девушка отношения. Ну, судя по тому, что она говорит, как бы, нет. Вот. Но это еще не так, потому что она могла как-то просто... Просто . . . что-то называется сзади. Да? Так вот, она могла испугаться от отношений с вами, она могла пробу еще сделать вот любому взгляд. Важно, что когда вас начали сравнивать с другим мужчиной, вы почувствовали себя хуже, вы почувствовали себя хуже. Совершенно очевидно, что вас это задело больше, вас это задело, и тем, что вас это задело, на мой взгляд, как бы вам нужно поработать. Это первое. Вы пишите, что хотите взять паузу, чтобы она проработала этот момент с психологом. А вы уверены в том, что она проработает этот вопрос с психологом? То есть, вы уверены ли вы в том, что она будет это делать? Что указывает на то, что она будет в этом направлении двигаться? Это первое. Второе. Как вы сами как бы вот ее в целом воспринимаете девушку, я имею в виду. Как вы к ней относитесь? Как вы ее видите? Пока что мне показалось, что воспринимаете вы ее не как личность в данном случае. Но, конечно, я могу как-то вот ошибаться в данном случае, конечно, я могу чего-то не понимать. Вот. И если вам кажется, что я ошибаюсь, то давайте мы с вами этот момент постараемся прояснить. Вот. Вот такой, пожалуй, ответ я хотел бы вам дать пока что с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. Надеюсь, вам это было полезно и интересно. Вот. Буду благодарен вам за обрядных связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи, удачи. Обращайтесь за помощь, вам она пригодится. До новых встреч! Подписывайтесь на канал! Субтитры подогнал «Симон»!